Новое лето! Новое лето! Новое лето! Всех вас, дорогие отцы, дорогие братья и сестры, поздравляю с праздником Обрезания Господня, с Днем памяти святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Благодарю за поздравления в мой адрес. Время, которое мы сейчас переживаем, непростое для всех нас. Сейчас не время для торжеств, для массовых мероприятий, а время для молитвы, для сосредоточения. И вот память святителя Василия Великого, которая сегодня совершается, является для нас напоминанием о том, каким должен быть архиерей, и как каждый архиерей призван нести свое церковное служение. Василий Великий не был кабинетным ученым. Он не был человеком, который в тишине своей кельи, обложившись со всех сторон трудами других авторов, изучал и исследовал Священное Писание, писал толкования, писал свои какие-то мысли, забывая о том, что происходило вокруг. Он всю свою недолгую жизнь, а прожил он всего 49 лет, провел в самой гуще церковной жизни. Он был архиепископом одного из крупнейших городов Римской империи. Он боролся с орианской ересью в том новом изводе, который она получила в его времена, а именно в версии Евномия, который утверждал, что человек своими собственными мозгами, своим собственным умом может познать Бога. И святитель Василий Великий, опровергая эту ересь, а также и другие ереси, возникавшие в его время и возникшие в прошлом, писал свои богословские труды. И он оставил нам бесценное наследие, которое мы до сих пор изучаем, к которому обращаемся и к которым духовно питаемся. Но эти литературные труды не мешали ему быть архиепископом, возглавлять свою огромную митрополию, взаимодействовать с другими архиереями, многие из которых склонялись к орианской ереси, переубеждать их словами Священного Писания и всю свою жизнь бороться за Церковь. Святитель Василий Великий оставил нам еще один бесценный плод своего творчества — это его божественная литургия. Она совершается редко, только десять раз в году, из-за того, что она содержит в себе продолжительные молитвы. И чаще гораздо совершается литургия Святого Иоанна Златоуста, которая намного короче. Но именно молитвы литургии Василия Великого говорят нам о том домостроительстве спасения, которое началось с сотворения мира и человека, которое продолжилось через дарование богоизбранному народу истинной веры, через вещание пророков, и которое имело свое наивысшее развитие в воплощении Господа нашего Иисуса Христа. Об этом же говорится и в молитвах литургии Иоанна Златоуста, но говорится короче. А святитель Василий Великий на основании Священного Писания и, прежде всего, послании святого апостола Павла, создал эту божественную литургию, которая поистине является божественной не только потому, что на ней происходит таинство, приложение хлеба и вина в тело и кровь Спасителя, но и потому, что, совершая эту литургию, мы произносим те слова, которые обращают наш ум к самой сердцевине православной веры. И вот сегодня очень многие люди тем или иным образом свою жизнь соотносят с православием. Кто-то считает себя православным человеком, но в церковь не ходит, кто-то не считает себя православным человеком и церковь критикует. И в абсолютном большинстве случаев люди узнают о церкви только то, что лежит на самой поверхности. Вот если бы мы взглянули на Безбрежное море и увидели, что возле берега на поверхности этого моря плавает всякий мусор, и мы бы сказали, ну вот оно море. Что такое море? Это вода, на поверхности которой плавает мусор. Пакеты от молока, бутылки от пива, пакеты от чипсов. Вот что такое море. Так можно было бы увидеть море с берега, не входя в него, не погружаясь в него, не пересекая его. Но люди, которые любят море и знают море, они понимают, что то, что плещется возле берега, это к самому морю-то и не относится. Это продукты жизнедеятельности людей, которые засоряют все, что можно вокруг себя – и море, и землю, и воздух, и свои дома, и окружающее пространство. А море, которое Бог создал, оно, во-первых, безбрежно, во-вторых, оно бездонно, оно насыщено полезными веществами, в нем живут самые разнообразные морские животные и рыбы, в нем светятся неземным светом кораллы, и нет такого человека, который мог бы своим умом исследовать бездонную глубину этого моря. Православная вера является тем самым морем или океаном, который и безбрежный, и бездонный, и ни одной человеческой жизни не хватит на то, чтобы его исследовать и познать. Но самое интересное и самое важное в этой православной вере – это не то, что плещется на поверхности, а то, что находится на глубине. И вот подобно тому, как есть люди, которые всю свою жизнь посвящают изучению морских глубин, которые надевают тяжелые акваланги, чтобы спуститься внутрь моря и посмотреть, что же там происходит, чтобы полюбоваться красотой Божьего творения. Подобным же образом есть люди, которые в православной вере интересуются не тем, что плещется на поверхности, а тем, что находится в ее глубинах, которые изучают богословие, которые изучают самые основы православной веры, которые формулируют для своих современников основополагающие церковные догматы, которые изучают и разъясняют Священное Писание. И вот таким человеком был святитель Василий Великий, чью память мы сегодня празднуем. Поэтому, дорогие мои, не будем смущаться тем, что происходит на поверхности нашего моря, а будем погружаться в его глубины, будем узнавать православную веру изнутри, будем питаться ею духовно, будем насыщаться ею, будем питать ею свои сердца и души. И пусть Господь помогает нам на нашем земном жизненном пути приобщаться к этой глубине Божественной Премудрости, к этим глубинам Божественных Таинств, и просвещаться тем Божественным Светом, который пронизывает все мироздание. Аминь. Всех вас поздравляю с праздником! Храни вас всех Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok